Добрый вечер на канале БУК-ТВ. Большие итоговые новости. В студии Анастасия Мелешкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Эпицентр события – Центральная городская площадь. В Бресте праздник, посвященный Дню государственного герба, флага и гимна Республики Беларусь, прошел, как всегда, с размахом. Среди участников – представители вертикали власти, общественных организаций и объединений, предприятий и ведомств, активные горожане и ветераны Великой Отечественной войны. Врачебная помощь адресна. После модернизации своей двери для пациентов открыла врачебная амбулатория в агрогородке Матыкалы. Работы проведены масштабные. Не только капитальный ремонт зданий и улучшение условий работы, но и укомплектование учреждения здравоохранения новой техникой. Долгий путь длиною в большую жизнь сотен тысяч людей. 75-летие со дня образования празднует Брестский областной онкологический диспансер. Предпремьерный показ фильма «Хитровка. Знак четырех» прошел в Бресте. В рамках церемонии подписание соглашения о культурном сотрудничестве между дирекцией киноконцерна Мосфильм в лице Карена Шахназарова и руководством Брестского облсполкома. День герба, флага и гимна празднует сегодня Беларусь. Они – главные символы нашего государства. Они – визитная карточка страны, отражающая исторические и культурные традиции. Красный цвет, цвет знамен Красной Армии и белорусских партизанских бригад символизируют братство и борьбу за независимость. Зеленый – надежду, связь с природой, леса и поля. Белый – цвет свободы. Белорусский орнамент отражает древнюю культуру, духовное богатство и единство. Нынешние символы страны были утверждены в 1995 году на первом общенациональном референдуме. Традиционно во вторые выходные мая в Беларуси проводятся торжественные мероприятия в честь государственного герба, государственного флага и впервые государственного гимна страны. На площади Ленина представители власти, социального блока, силовых структур, школьники, студенты, активисты. Все они пришли для того, чтобы вместе отпраздновать государственный праздник – День государственного флага, герба и гимна Республики Беларусь. Миновитый герб, стяг и гимн символизуют для нас айчину – основание национальной каштонности и помкнение белорусов. Это громадянское единство, самоданная праца, миролюбство, готовность оборонять свободу и независимость нашей краины. Выявы нашей державной гербы и стяга, слов и гимну, свечат во всем свете, что есть такая краина, где живут процовитые, чистые душой и нужные люди. С поваги до своих символов начинаются любовь до родимых, до чинения до илесу. Без памяти минулым, захороняем преемности историчных и культурных традиций, не обладаясь будущим нем. Почетное право поднять флаг Республики Беларусь было предоставлено студентам Брестских вузов и специального фонда по поддержке талантливой молодежи – Илье Черноокому и Ане Моисейчик. «Стяг, узнять!» «Стяг, узнять!» Творческие коллективы города воссоздали на площади летопись исторических событий нашей страны особое внимание к теме Великой Отечественной войны, подвигу солдат и народа, послевоенному восстановлению. Это особо значимо в год мира и созидания, который объявлен нашей стране в этом году. Над площадью также прилетел вертолет с государственной символикой. Сегодня мы означаем заправду вельми значное, величное свято, которое символизует и славное историческое минувшение белорусского народа, а также его и славный сегодняшний день. Державные символы из-за всего объединяли наш народ в самые складанные, в самые значные моменты истории. Большой парад военнослужащих Брестского гарнизона, представители МВД и МЧС, руководство города, артистов и творческой молодежи завершили торжественные мероприятия. Этот праздник очень важен, особенно для молодежи, потому что наши дети должны гордиться, что живут в нашей мирной стране, красивой, замечательной, чистой. Праздник получился замечательный. Родина для меня – это там, где я родился, для меня тут все родное. Я готов для нее служить, и тут хорошие и добрые люди. Слушал гимн при поднятии флага, даже мурашки бегут. И петь этот гимн, конечно, хочется. Ну, потому что родина, и они выбирают как вам, как родину. Я думаю, тут равнодушных людей нет, равнодушных нет. Я горжусь, что живу в этой красивой республике. В эфире программа «Итоги недели». Говорим об актуальном. Врачебная помощь адресна. Развитие социальной сферы – то направление, которому в регионе уделяется пристальное внимание. Модернизируются базы учреждений здравоохранения. Так, к примеру, ведутся активные работы по строительству нового корпуса Брестской областной клинической больницы, реконструкция корпуса Брестской детской больницы, активные работы в Жабенковской ЦРБ. Вместе с тем происходит и оснащение необходимым оборудованием. Так, на днях в Драгичинской Центральной районной больнице открылся кабинет компьютерной томографии, а в апреле такое же оборудование получила Каменецкая больница. Накануне после модернизации свои двери для пациентов открыла врачебная амбулатория в Агрогородке Матыкалы. Работы проведены масштабные, не только капитальный ремонт здания и улучшение условий работы, но и укомплектование учреждения здравоохранения новой техникой. На открытии побывала наша съемочная группа. Евгения Мороз продолжит тему. Врачебная амбулатория Агрогородка Матыкалы многолюдна и повод значительный. Учреждение здравоохранения открыто после масштабной реконструкции. Сумма, которая была затрачена на модернизацию, составляет порядка 2 миллионов рублей. Источник финансирования областной и городской бюджеты. Проведены работы по замене крыши и коммуникации, а также строительно-монтажные. Над объектом трудились специалисты по лесу Жилстрой. Работывалось два этапа. Первый стартовал в 2019 году, второй – осенью прошлого. Качество медицинских услуг, конечно же, изменится к лучшему в том плане, что появился новый спектр оказываемых услуг. То есть мы не только 2-3 каких-то анализа делаем, теперь их будут десятки. Мы не только 1-2 исследования делаем, теперь их будет тоже около 10 разных видов исследований. Мы можем опираться на лучшую физиотерапевтическую базу. Мы можем разделить потоки пациентов. Участок, который охватывает врачебную помощь, насчитывает 23 населенных пункта. Здесь проживает порядка 4 тысяч человек, из которых тысячи детей. И входит в сему здравоохранения Бреста, поэтому на открытие руководства города. Когда открывается социальный объект, это некое удовлетворение того, что мы сегодня можем обеспечить тот уровень и то качество, особенно то, что касается учреждений здравоохранения, у себя в области. А особенно значимо, когда мы это делаем в сельской местности. Потому что сегодня ваша амбулатория обслуживает более 4 тысяч жителей самого агрогородка. И, безусловно, те, кто к нему прилегает. И сегодня то требование, наверное, главы государства, в первую очередь, и областного исполнительного комитета, и района, и городской власти, чтобы сельский житель не был ущемлен и получал такое же качество услуг, как и горожане. Новое лабораторное и физиотерапевтическое оборудование, функциональная диагностика, оборудование для лечения костно-мышечной и бронхолегочной системы, кабинет акушерогинеколога и стоматолога. Помощь пациентам будет оказывать врачи общей практики, акушер, медсестры, будут работать и помощники врача. Учреждение здравоохранения подключено к автоматической информационной системе «Медик». Условия изменились полностью. Тут даже, ну, как сказали, остались только стены. Полностью кабинеты переоборудованы, оборудование тоже, мебель тоже, все новое. Получили очень много нового оборудования, которого у нас не было. Получили и для лаборатории, и для функциональной диагностики, для обследования пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы. В Брестском районе уже завершили модернизацию всех амбулаторий общей практики. На очереди фельдшерско-акушерские пункты. Их в районе 28. Часть нуждается в капитальном, а часть – в текущем ремонтах. К работам приступят уже в этом месяце. А первых пациентов в амбулатории Матэкал примут уже в понедельник. Евгений Мороз, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для итоговой программы. В эфире «Итоги недели» говорим о главном. 75 лет – это долгий путь с длиной в большую жизнь. Именно столько исполнилось Брестскому областному онкологическому диспансеру, медицинскому учреждению, где лечат и спасают жизни жителей региона десятки квалифицированных врачей. Работа практически 24 на 7 приучает к строгому режиму. И, наверное, обосновано, что свой юбилей сотрудники онкодиспансера решили отпраздновать в рабочей праздничном формате. В первой половине дня была проведена научно-практическая конференция, где обсудили стратегию и перспективы медицинской профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований в Республике Беларусь. А вторая половина дня была по-настоящему праздничной. В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников. В сюжете, приуроченном ко дню Большого юбилея достойного учреждения здравоохранения, Людмила Логодич расскажет и о празднике, и о буднях Брестского областного онкологического диспансера. 75 лет назад на базе областной больницы был открыт Брестский областной онкологический диспансер. Его история началась с двух комнат, в одной из которых поочередно вели прием онколог, гинеколог, отоларинголог. Сегодня это одно из самых крупнейших медицинских учреждений. Многофункционального характера, которое оснащено современным оборудованием, для ранней диагностики онкологических заболеваний и лечения самых сложных случаев. Используются как традиционные хирургические методы, в том числе и органосохранные малоинвазивные вмешательства, так и лучевая терапия, которая проводится на очень сложных дорогостоящих аппаратах. Наши методы лечения многокомпонентные. И требуют участия множество специалистов, таких как хирурги, химиотерапевты, радиационные онкологи, врачи палиативной медицины, анестезиологи, аниматологи и врачи других смежных специальностей. И поэтому у нас в лечении наших пациентов, как правило, это мультидисциплинарный подход. Наши пациенты, это, как правило, пациенты ни одного врача. Страх онкологии гораздо сильнее других медицинских страхов. Инсульт, инфаркт, сахарный диабет. Ни одна другая болезнь не пугает так, как рак. Ее образ восприятия людей выглядит абсолютно негативным диагнозом, даже смертельным приговором. Снижение заболеваемости, смертности, инвалидизации больных онкологическими заболеваниями, повышение качества жизни таких пациентов – главная цель, ради которой трудится большой коллектив диспансера, профессиональные врачи и средний медицинский персонал. В арсенале учреждения два линейных ускорителя американского производства. Аппарат для телегамотерапии, внутриполосной лучевой терапии. Большую долю в лечении пациентов также занимает применение химиотерапевтических препаратов, таргетная иммуно- и гормонотерапия. В Престе в 2022 году было выявлено 6,5 тысяч пациентов с различными злокачественными новообразованиями. Год переживает порядка 80% вновь выявленных пациентов с различной онкологической патологией. И пятилетний рубеж переживает около 80% наших пациентов. Это достаточно большие цифры. И порядка 45 тысяч пациентов на сегодняшний день в области находятся на диспансерном учете в онкологических учреждениях области. 75-летний юбилей коллектив онкодиспансера решил отметить с пользой. Организовав научно-практическую конференцию, на которую приехали представители всех медицинских онкологических учреждений страны. Ее участники делились опытом, обсуждали стратегию и перспективы медицинской профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований в Беларуси. Онкология – это наиболее динамично развивающаяся в отрасли медицины. И каждые 3, может быть, 5 лет происходит коренное изменение ситуации в онкологии, в лечении онкологических пациентов. Мы получаем в свое распоряжение новые технологии, в частности, это и технологии диагностики, такие как молекулярно-генетические исследования, как позитронная эмиссионная томография, без которых сегодня мы не можем уже работать. Это и новые лекарственные средства, не только традиционные химиопрепараты, но и таргетные средства, которые воздействуют на конкретную мутацию. Это новые методы иммунотерапии, хотя она очень дорогостоящая, но, тем не менее, она уже сегодня есть в нашем распоряжении. Опухоли действительно очень разнообразны по своему течению. Они имеют различные молекулярные подписи и так далее. То есть, действительно, по сути дела, медицина сейчас идет и в онкологии к, скажем, персонализации медицины. То есть, по сути дела, в оптимальном варианте для каждого опухоли должно быть свое лечение, в оптимальном варианте. Пока этого никто в мире обеспечить не может, но в этом направлении все движется. Направление понято уже, когда нужно двигаться, но и есть хорошие результаты. Но сказать, что проблема полностью решена, ну, конечно, пока об этом речь идет. Все равно, ранняя диагностика – это залог успешного лечения. Во второй половине дня всех участников конференции пригласили на торжественное мероприятие, посвященное 75-летними юбилею Брестского онкологического диспансера. Поздравить коллектив учреждения приехал заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук. Если говорить о деятельности непосредственно в нашем онкологическом диспансере, то можно сказать, что ежегодно более 100 тысяч человек проходит непосредственно консультации, получают квалифицированные профессиональные консультации. Более 10 тысяч проходит лечение человек. Порядка 6 тысяч людям оказывается непосредственно выполняются операции. Из них 40% – это сложная операция. Это говорит о высоком уровне квалификации нашего врачебной команды, которая на самом деле спасает жизни наших людей. Поэтому хочется, прежде всего, пожелать команде врачей здоровья, потому что от их здоровья зависит и наше здоровье, нашего населения. Мира, добра, любви, благополучия и всего самого хорошего и доброго. В этот день в центре внимания были настоящие профессионалы, которые ежедневно бросают вызов самой страшной болезни. Их заслуженно чествовали, награждали дипломами и грамотами. И не скупились на теплые слова, ведь они достойно и ответственно выполняют свой долг, сражаясь с онкологией за здоровье каждого пациента. Я работаю в профессии уже очень давно, 32 года. И на моих глазах наш диспансер из маленькой больницы на улице советских пограничников стал большой, высокотехнологичной, очень хорошо оснащенной больницей, в которой работают профессионалы высокого уровня, медработники. Могу сказать, что за прошедшие годы то, что казалось невозможным 30 лет, 20 лет назад, сейчас возможно. И мы оказываем помощь пациенткам, пациентам с самыми сложными случаями. И в этом, в общем, заслуга всего коллектива диспансера. Целая команда специалистов работает и радует то, что несколько поколений, которые приходят и воспитывают уже последующие ряды. Огромную помощь оказывают наши хозяйские, это медицинские сестры, в исполнении наших назначений, в помощи в вызове пациентов, в курациях. Я говорю огромное спасибо тем, кто на протяжении ряда лет оказывал помощь нашим пациентам. Помощь пациентам – это всегда было благородное дело. А когда у нас каждым днем появляются новые ресурсы, это столь динамический развивающийся процесс, который стимулирует тебя осваивать что-то новое, достигать новых вершин, и какого-то предела, которого ты достиг, и все, его просто нет. И для людей, которые хотят помогать людям и двигаться все время вперед, это лучшее направление деятельности. Праздник – это лишь один яркий день. А впереди коллективу диспансера, как всегда, предстоят трудовые будни, большая и сложная работа. Но каждый из этих людей знает, что выбрал для себя нелегкий и благородный путь во имя человека, во имя спасения его жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уважаемые сотрудники Брестского онкологического диспансера, мы сердечно поздравляем вас с юбилеем учреждения, поздравляем настоящих профессионалов, великолепных мастеров своего дела, достойных, благородных людей. Низкий вам поклон за самоотверженность, за терпеливую мудрость и не имеющие из себя равных человеколюбия. Пусть вернется вам благодарность, старится теплом человеческих сердец. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БУГ-ТВ. Продолжаем выпуск. Город над БУГом стал первым, где состоялся предпремьерный показ фильма «Хитровка. Знак четырех». Выбор в пользу Бреста режиссером Кареном Шахназаровым был сделан неспроста. Во-первых, брестский зритель ранее с интересом встречал другие российские премьеры, пример тому фильм «Крылья над Берлином» и «Нахимовцы». Во-вторых, город Брест для режиссера – родное место. В городе над БУГом состоялась не только пресс-конференция с членами творческой группы, но и церемония подписания соглашения о культурном сотрудничестве между дирекцией киноконцерна «Мосфильм» и руководством Брестского облсполкома. В Бресте в кинотеатре «Беларусь» состоялся предпремьерный показ фильма «Хитровка. Знак четырех». Представить фильм белорусскому зрителю приехали создатели картины, режиссер-народный артист Российской Федерации Карен Шахназаров, его сын-режиссер трюковых сцен Иван Шахназаров и саунд-продюсер фильма Евгений Бейлин. В многофункциональном центре облсполкома с творческой группой встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Вадим Кравчук, который отметил хорошую традицию проводить показ кино-премьер в Брестской крепости. Сегодня мы, подписав вот это соглашение вместе с «Мосфильмом» в лице вас и губернатора, дадим старт нашей, еще раз очередной, старт нашей молодежи в патриотическом воспитании. У нас есть передача из поколения в поколение, и то, что вы с Иваном сегодня вместе, его вырастили уже как настоящего и актера, и режиссера, и продюсера, и так далее, и так далее. У вас там много регалий достаточно. Это говорит о том, что поколение вы передаете правильно, и воспитание правильно. По словам знаменитого режиссера, подарившего зрителю такие кинокартины, как «Мэйс Джаза», «Курьер», «Город зеро», «Белый тигр» представляют свой новый фильм в Бресте, для него важное и памятное событие. Премьера в Беларуси у меня давно не было, чтобы я представлял, очень давно. Поэтому я думаю, что это какой-то, как-то, Бог в него указал, я думаю, надо поехать, это важно. Я говорю, для меня это тоже, Брест это такое место, тем более это как раз спустя, там, три дня после Дня Победы. Ну, какой-то, в этом есть какой-то для меня важный символизм, и мой отец покойный освобождал Белоруссию, кстати, Минск освобождал, участвовал в операции Багратионова. То есть, как-то мне показалось, что это такое, что это надо сделать. Фильм «Хитровка. Знак четырех» возник из идеи соединить прозу Владимира Гелеровского, блестяще описавшего дореволюционную Москву с сюжетами Артура Конан-Дойла, об этом на пресс-конференции с журналистами, отметил Карен Шахназаров. Ему давно хотелось сделать такой фильм, не отягощенный проблемами поиска смысла жизни, а увлекательный детектив, отчасти триллер, что-то такое приключенческое, интересное, с хорошим финалом. Это жанровое кино, и, в общем, задача, которую я давно не делал жанровое кино, давно не делал. Может, со времен моих джаза чистого жанра у меня не было. Разное дело картины, музыкальные, драмы, мелодрамы, исторические, военные, такие как бы экспериментальные, вот, то, что называется арт-хаус. А вот такого кино я очень давно не делал. Такого кино, мне хотелось сделать какую-то легкую романтическую картину, как говорится, чтобы, если хотите, зритель получил удовольствие. Афиши киноленты «Хитровка. Знак четырех» пестрит знаменитыми актерскими фамилиями. Главные роли исполняли Константин Грюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин и другие. Создатели картины приготовили для зрителя два часа интриг, экшена и увлекательных приключений. Миша как-то, он очень, мне кажется, совпал с этим образом. Я даже не могу сказать, что я там как-то специально работал с ним. Как-то он, ну, в принципе, режиссура вообще-то в кино – это выбор актера. Если ты точно выбираешь актера, то на самом деле это не театр. То есть там вопрос работы, репетиции, так не стоит. Но главное – попасть в актера. Ну, мне кажется, что с Пореченком вы посмотрите, но мне кажется, что с Мишей мы точно попали в этот. И он внутренний очень, он и внешне похож, но и какой-то у него внутренний, вот у меня ощущение, что вот Гелеровский именно таким и был. С брестским зрителем создателей фильма «Хитровка. Знак 4» встретились в тот же день на предпремьерной показе в Большом зале кинотеатра «Беларусь». Создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи планируется на базе Кубринского укрепления Брестской крепости. Инициативу поддержал глава государства Александр Лукашенко во время послания Белорусскому народу и Национальному собранию. Часть средств на реализацию первой очереди заработаны во время проведения Республиканского субботника, который состоялся 22 апреля. Что планируется и какие работы уже начаты, узнавали наши корреспонденты. Молодежно-патриотический центр существует в нашем городе уже порядка пяти лет. У зданий, где сейчас располагается образовательный комплекс, своя героическая история. На стенах следы обстрелов первых дней Великой Отечественной войны. Вот в этот угол попал артиллерийский снаряд, но постройка устояла. История героической обороны Брестской крепости тесно связана и с историей семьи Ольги Бурак. Ее прабабушка Ольга Сокол была женой военнослужащего, служившего в Брестском гарнизоне и расквартированного в стенах цитадели. 22 июня в 4 часа утра ее муж, муж моей прабабушки, обнял ее в последний раз и сказал, я очень тебя люблю, я с тобой прощаюсь навсегда. И так получилось, что виделись они тогда в последний раз. Единственное, что он взял с нее обещание о том, что она попробует покинуть территорию Брестской крепости. Почему? Потому что его словами было так. Оля, ты понимаешь, что это война и что нас здесь в живых никто не оставит. Ольга Григорьевна обещание сдержала и выжила. Была партизанка. Ее историю в семье трепетно хранят потомки. А также рассказывают о подвигах поколения победителей современным юношам и девушкам. Память жива, память жива в фотографиях, в медалях, в наградах и в тех рассказах, которые знают моя мама, мой отец, мой брат. Я себя называю представителем поколения победителей. Я всегда об этом говорю так. Я хочу именно эту фразу донести до всех современных детей, когда я здесь работаю, в этом центре. Почему? Потому что нельзя об этом забывать. Ежегодно в молодежном патриотическом центре проходит обучение порядка двух тысяч ребят со всей области. Действует объединение по интересам. Инициативу о масштабировании проекта Патриотического центра на республиканский уровень поддержал глава государства Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и национальному собранию. Первый этап реализации – подготовка проекта. Далее – работа по реконструкции и строительству. Генеральным подрядчиком проекта выступает Брест-Жилстрой, заказчик Брестка областного управления капитального строительства. К работам по реконструкции планируют приступить осенью. Цель – воспитание молодежи как патриотов, сохранение исторической памяти традиционных белорусских ценностей. Планируется реконструкция зданий и сооружений на Кобранском укреплении. В целях увеличения количества пребывающих учащихся, детей для освоения образовательных программ, здоровления и в рамках гражданского патриотического состояния молодежи, мы планируем реконструкцию казармы 125-го стрелкового полка. Казарма постройки 30-х годов 20-го века требует капитальной реконструкции. Бывшая казарма 125-го стрелкового полка будет реконструирована в первую очередь. Здесь разместятся комнаты для проживания, учебные классы, тренажерные залы, комнаты досуга. Далее – работы по спортивному ядру. Также мы планируем реконструкцию стадиона для организации учебного процесса, то есть различных полос препятствий, спортивных сооружений, плац для построения учащихся. Планируем такой открытый амфитеатр для проведения также мероприятий, различных досуговых мероприятий, различных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. Поэтому в первую очередь нашего проекта включена казарма, спортивное ядро и площадки для организации летних палаточных лагерей. Планируется, что обучение в центре одновременно будет проходить порядка 200 ребят, а в летний период, благодаря развертыванию полевого лагеря, эта цифра сможет вырасти к 300. Возрастная группа от 12 до 16 лет. Ребята будут обучаться по трем направлениям – гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и физическая подготовка, заступать на вахту памяти. Средства на реализацию проекта – бюджетный и спонсорский, благотворительный счет. К слову, на него уже поступили первые пожертвования в размере 10 тысяч рублей. Также половина средств, собранных во время республиканского субботника. 22 апреля здесь, на Кобринском укреплении, также трудились, расчищали территорию для проведения работ. Все работы, по первой очереди, планируют завершить к 2025 году. В наше время, чтобы быть успешным в бизнесе, необходимо иметь не только коммерческую жилку, просчитывать все на несколько шагов вперед, но и уметь опережать конкурентов. И для этого уже недостаточно быть просто активным и предприимчивым. Важно иметь смелость экспериментировать и применять новые технологии. Именно такие решения для растениеводства предлагает сегодня резидент свободной экономической зоны Брест компания «Орлайтыка». Производитель утверждает будущее в данной отрасли за светодиодными фитосветильниками, которые значительно ускоряют процесс роста и увеличивают урожайность. А благодарные отзывы клиентов только подтверждают данное утверждение. Смотрите сюжет Людмила Логодич. Их закупка – партии светодиодных фитосветильников у резидента свободной экономической зоны Брест компании «Орлайт ИК». Помимо количества света растению важно его качество, то есть длина световых лучей. Ведь в зависимости от этого меняется спектр их цвета. И вот как раз фитосветильники – это тот источник света, который работает в оптимальном для выращивания режиме. При этом растения обеспечиваются не только необходимым дополнительным светом. Значительно ускоряется процесс их роста и увеличивается урожайность. У нас в рассадном отделении натриевые лампы висят. И уже, конечно, давно, они уже очень старые. И было предложение попробовать светодиодные светильники на досвечивание рассады. У нас такое часто бывало, что огурец под натриевыми лампами, ну, из-за низкого уровня, конечно, освещения, вот, он стелился, ну, то есть ложился на землю. Вот, конечно, корень был не такой, как хотелось бы. Ну, в этом году мы ощутили разницу, увидели. Корневая система прекрасно развивалась у растений томата и огурца. И стебель, и междоузли короткие, и рассада действительно была стандартная, 40-45 сантиметров, коренастая, хороший стебель. Вот, в принципе, мы остались очень довольны. Помимо этого, высокая светоотдача светильников позволила значительно сэкономить на электроэнергии. Мы столкнулись тоже с тем, что лампы натриевые, они потребляют по 600 ватт одна штука. У нас не хватает мощности, чтобы добавить и досветить так, как надо. И было принято такое решение, установить эти светодиодные светильники, но на определенной высоте, на высоте 90 сантиметров от растений, чтобы получить максимальный эффект от света. Вот, тоже было определенное количество умолей, значит, определенные светильники, чтобы они могли засвечивать равномерно на этой высоте свет. И мы остались очень довольны. Вот в этом году, здесь, где мы находимся, рассада была выращена как раз под этими светильниками светодиодными. Они тоже позволили нам в половину сократить затраты. Мы вырастили стандартную рассаду. Хорошая корневая система. Растения не вытянутые, не тонкие, не ломались. При посадке минимальное количество было потерь. Вот, дальше цвет растений, темно-зеленые, хорошо развитые, кисточка первая выброшена. То есть, по развитию растений, значит, мы получили однозначно результат, очевидный любому. Вот, по экономии электроэнергии, естественно. Если раньше у нас на этом отделении мы затрачивали 590 киловатт в час, то на сегодняшний день мы светили рассаду и тратили 260 киловатт. Выгода очевидна. А потому в планах на будущее перевести всё рассадное отделение на досвечивание фитосветильниками. Докупать светодиодные светильники у компании «Орлайтыка» планируют и в фермерском хозяйстве «Еваленд», где выращивают однолетние цветущие декоративные растения. У каждой культуры свой срок высевания. И от этого момента, вплоть до пикировки, растения стали помещать под светодиодные лампы. Раньше было у нас какое-то, наверное, попроще освещение. Оно такого эффекта, которого хотелось бы, мы не могли достигнуть. Растения получались вытянутые. Оно вроде бы и неплохо было, но всё равно не то. Фирма «Орлайт-ИК» предложила нам свои светодиодные лампы для подсветки вот этой рассады. Мы попробовали и вообще мы были очень удивлены результатом. Этого удалось добиться благодаря тому, что в фитосветильниках используются волны красного и синего цвета. Волны красного и синего цвета очень важны для растений. Они стимулируют фотосиндез, правильный ход развития жизненных процессов и формирования цветов. Результат был потрясающий. Скажем так, но уже сезон уходил, уходил. Было очень жалко, но мы всё равно рискнули переоборудовать эту камеру. И последние растения, которые мы сеяли, посеяли под эти лампы, результат великолепный. «Во-первых, изменилось само качество растений, само качество. Дружные всходы, зелёный насыщенный лист, рассада не вытянутая, компактная, хорошо кустится, очень хорошо». Порадовало и то, что производитель не только самостоятельно установил светильники, но и на протяжении их использования оказывал всестороннюю консультационную поддержку. «Фирма нам установила эти фитолампы и сопровождала эксплуатацию. То есть все возникающие вопросы мы решали совместно». Владельцы бизнеса знают, чтобы быть успешным и конкурентно способным, нельзя стоять на месте. Необходимо постоянно развиваться, экспериментировать и внедрять новые технологии. Ведь только те, кто следует этому правилу, могут рассчитывать на действительно хороший урожай. Они ловят преступников, находят опасные предметы, возвращают домой потерявшихся людей, сопровождая свои подвиги звонким лаем и весёлым вилянием хвоста. Речь, конечно же, идёт о служебной собаке, а если быть точнее, о напарнике и верном друге. Из всех профессий, связанных с защитой правопорядка, кинологическая служба отличается особой атмосферой, поскольку здесь присутствует искренняя дружба хозяина-кинолога и его питомца. С ним он, как говорится, и в огонь, и в воду. И только в слаженной работе этой необычной команды и кроется залог успеха раскрываемости тех или иных правонарушений. Прямо сейчас я расскажу, с чего начинается работа с собакой и как воспитать настоящего помощника. Лабрадор, Малинуа, Ротвиллер, Овчарка. Такие разные породы собак, но все они здесь неспроста. В исковой части 55-26 роль этих четвероногих друзей человека невозможно переоценить. Изо дня в день они выполняют очень важные задачи, с которыми не в состоянии справиться самая продвинутая техника и люди. Их сверхчувствительные носы могут почуять любые запрещенные вещества и даже взрывчатку, обнаружить опасные предметы, но и по следам остановить опасного преступника. У нас есть разыскные собаки, патрульно-разыскные собаки, собаки по поиску наркотических веществ, а также есть собаки по поиску взрывных веществ. Собаки и раньше применялись, и сейчас применяются. Как правило, собака – это сдерживающий фактор. Ее основная задача – это сдержать возможного правонарушителя, либо предупредить действия какого-то гражданина, чтобы он не совершал правонарушения. Потому что реакция на человека в любом случае отличается от реакции на животное. Животное, как бы ни говорили, можно назвать даже оружием. То есть, если применять собаку, она в любом случае может нанести какое-то повреждение человеку или нарушителю. В войсковой части 5526 есть особенные специалисты, службу которую несут не в одиночку, а с четвероногими товарищами – служебными собаками. Казалось бы, с собакой и веселее, и легче. А на самом деле это сложный и кропотливый труд. Михаил Портных работает кинологом войсковой части вместе со своим четвероногим напарником Тайсоном, кобелем породы Ротвейлер. Тайсон специализируется в своей собачьей службе на поиске транспортных средств и хорош в задержании преступника. Я вообще давно уже хотел попасть в кинологи, так как я очень люблю животных, собак, так как это очень верный друг, никогда не предаст, всегда поможет, защитит этот друг и напарник. Характер у него уравновешенный. Он не будет лаять ни на кого, просто так. Если увидит какую-то агрессию, тогда он будет уже становиться в защиту и старается защитить меня. Характер у него отличный. У нас сами кинологи, они все добровольно стали кинологами, у нас есть большое желание. Последний раз из них коносурщик, который к нам пришел к кинологам, он очень сильно хотел стать кинологом. Отучился на курсах три месяца по подготовке кинологов. Для них это, на самом деле, настоящие друзья. Ухаживают за ними, верят в них. Наверное, и собаки тоже в кинологов своих верят. Ну, они этим живут. Этим надо жить. То есть, каждый, когда выбирает профессию, должен выбирать ее так, чтобы она ему создавала комфорт и уют, наверное, для своей деятельности. Поэтому, ну, они им живут, этим живут. Каждая служебная собака во всем слушается своего хозяина. Сидеть, лежать ко мне. Эти команды они выполняют молниеносно. Но кроме курса общего послушания, к примеру, овчарка Джерри также образцово выполняет и свою работу. Отлично тренирован на поиск взрывчатых веществ. Служебную собаку выбирает каждый под свой характер. Для меня, конкретно для меня, немецкая овчарка очень спокойна и, так сказать, уравновешена по сравнению с другими собаками. То есть, если малинуа, она более холерична и игривее, то немецкая овчарка, она более спокойна. Собака Джерри. Он со мной с 2019 года. То есть, выполняем задачи. Ну, будет все хорошо у нас. Для меня Джерри не только мой коллега по работе, но и надежный товарищ. Все-таки это наш, так сказать, маленький брат, который и радует глаз, и окружающих. Еще одна пара Виталий и Айва вышли на тренировочную площадку. В считанные секунды пёс преодолел барьер бум и лестницу. В общем, все тренажеры, которые развивают навыки, необходимы собаке в службе. Такие тренировки два-три раза в неделю помогают собакам поддерживать хорошую физическую форму. Сейчас на тренировочной базе 55-26 будет проходить тренировочное задержание служебной собакой. Вроде преступника, я корреспондент. Телеканал Абук-ТВ Анастасия Милишкевич. Пой! Данная ситуация, конечно же, постановочная. Но после всех не совсем приятных ощущений есть твердая уверенность, что четвероногие помощники в реальной ситуации справятся с поставленной задачей на отлично. Преступник будет задержан и обезврежен, а хозяин горд за четвероногого товарища. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Абук-ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я Анастасия Милишкевич. Говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин